Всем большой-большой привет! Прежде чем мы с вами перейдем к сегодняшнему видео, хочу сказать вам о том, что на моем пусте вы можете посмотреть в раннем доступе видео Lo-Fi ASMR для тех, кому нужен сон прямо сейчас и эксклюзив моя коллекция сумочек, где я уделяю особенное внимание каждой сумочке триггерам, таппингу и рассказам, что и почему. Также, поскольку я в этом месяце выложила заранее все видео на пусте, вы можете подглядеть, когда выйдет какой эксклюзив. Это же круто, не правда ли? Я вас жду на своем пусте. Также хочу напомнить вам о конкурсе, который проходит между подписчиками уровня Ранняя булочка и Сладкая булочка. Приобретая подписку, вы автоматически становитесь участником конкурса, где будет сразу несколько призов для подписчиков разных уровней. Эти призы я привезу из своего отпуска из Таиланда и Кореи. Скорее подписывайся и участвуй. Вы даже не представляете, какой вклад вы делаете, подписываясь на мой пусте, какой счастливой вы меня делаете. Ну а для тех, кто не имеет возможности подписаться на мой пусте, сегодняшнее видео для вас. Я вас тоже очень-очень люблю. Ну что, давайте начинать. Но не забудьте поставить лайк перед началом. Чмок-чмок. Всем большой-большой привет. Сегодня у меня на канале Костья. Это Софочка. Зовут прям как мою кошку. Всем привет. Сегодня мы будем есть Макдональд. Ой, вкусная дочка. И будем рассказывать кринжовые истории со свиданиями. Для этого я позвала эксперта по кринжовым свиданиям. Вот. Очень надеюсь, что вам понравится Софочка. Еще я хочу сказать, что сейчас, подписавшись на мой пусте, вы можете поучаствовать в конкурсе. Я буду привозить подарки из Таиланда. И если мне дадут визу из Кореи, участвуют подписчики уровня ранняя булочка и сладкая булочка. Для них будут разные призы. Ну все, можно уже кушать. У нас тут... Элиптум. Кстати, ребята, мне кажется, что Та уже невкусная, потому что она остыла. Из-за того, что мы тут очень долго собирались с мыслями. Я надеюсь, что вы тоже кушаете, потому что если вы не кушаете, то это очень плохо. У меня второй раз. И сегодня какая-то проблема с трубочками. Я купила себе сок во вкус. Или я в первый раз в жизни не смогла вставить трубочку в эту фуку. И сейчас... Да, сейчас это самое. Тренироваться чаще надо. Что у нас тут есть? Что это вообще? Я не помню, что это. Бургер. Какой бургер? Это какая-то новинка, кстати. Выглядит странно. Посмотрите, какой плохиш. Мне кажется, ему уже плохо. Это совкины креветочки. Креветочки, совочки, совочки. Креветочки, держи. Целую креветочку. Ура. Здесь наши картошки фри, которые уже все. Вот это размягшие такие. Здесь какая-то тоже новинка. Мы решили по новинкам пройти. Здесь какой-то сырный. Этот самый. Ножки. Наггинсы. Или там. Что по соусам у нас тут сырных? Что я, наверное, буду есть. Что буду есть-то? Что буду есть? Наггинсов поем. Ох, люблю я наггинсы, ребята. Я сегодня только завтракала. Аналогично. Блин, ну, конечно, вкуснее, когда еда, так сказать, из-под фритюра. С жиру, ой, с жиру, а жару, с пылку. Таким образом она уже вся сдохла. Но наггинсы все равно хороши. Ребят, картошечку. Картошечку, ребята. Ну, рассказывай. Что там у тебя по свиданиям? Я, кстати, ребята, не в курсе этих историй. Я тоже первый раз буду слушать. Может быть, пара чего-то слышала. Ну, рассказывай, рассказывай. Мы хорошие. Я сидела, значит, в тиндере в одно время. Он же выходит скоро из России. Надо помянуть как бы. Да. В общем, это много отбитых. И веселых персонажей. Верез Барри мне написал, типа, вместо привет фразу «Я хочу сломать тебе нос». Просто такая «Спасибо большое». Сказари, пошел. Хотел-то необычно зайти, так сказать. Слушай, хорошо, что он хотя бы озвучил свое желание, потому что если бы он сделал это просто так, это было бы не очень. Да. Теперь я расскажу что-нибудь странное. Когда мне было лет, наверное, 19, а это было давно, и я все забыл. Ну, вы знаете, в Москве здесь улица Арбат, она очень длинная. И можно идти со стороны Смоленской, можно идти со стороны Арбатской, тогда на этом длинном, старом Арбате или новом вы где-нибудь встретитесь. Там был молодой человек и его друг. И я там тоже была с подругой. Мы шли с одного конца Арбата и с другом. Мы с ним никогда друг друга не видели. И он спросил, как мне тебя узнать. Мы с ним перекинулись парой фраз. И, короче, вы знаете, что есть такое, ну, как бы, кафе Муму называется. И около тех Муму всегда стоит огромная корова. И он такой говорит, вот, вижу корову около Муму. Это ты, наверное, я тебя узнал. А чуваку было за 30, это 33. Я такая, разворачиваемся, уходим в другую сторону. Кринж. Ужас какой. Ситуация с Юром. Вы считаете, это нормально вообще? У меня как-то таксист в такси сказал, типа, у нас так приятно пахнет, как цемокон. Я просто такая. Спасибо. Ребята, трэш. Трэш. Так, ну, а что еще? Что еще? Что еще? Криветочка, криветочка, криветочка. Если честно, я уже не знаю, где чье, кто что заказал. Он откусный сын. Смотрите, знаете, почему он откусный? Таракан и Макдонси не виноват. Это мы делали заставочку для видео. Это какой-то сильный. Слушайте, мне уже тяжело его оценивать, и он уже все. Просто все. Я бы знала, когда он был вкусный. Вот эти крылышки, это, кстати, чье? Блин, ты не любишь крылышки. Я за ее... Попробуй. Я думаю, что я хочу услышать твое мнение. О, с сыром. Нет, вообще никогда. Это могло так и теплое, невкуснее тоже. Он какой-то вообще ни о чем. Серьезно, супер ни о чем. Крылышки. Так, ладно, с меня что ли, теперь история. Клюши. Моя сейчас нет, или про таксиста рассказали. Про таксиста рассказали. Тогда она должна быть, кстати, чуть-чуть остренькая. Да, но тогда она должна быть тоже короткой. Или мы уже начинаем с длинных, с косырей заходим. Ну, не знаю, надо подумать. У тебя есть что-то наготове? У меня есть история про то, как я пошла на свиданку с мальчиком с тиндером. Рассказывали. В общем, меня позвали встретиться. Вживую. Я согласилась на свой страх и риск. Надеюсь, что ты не маньяк. А я прихожу, подхожу, точнее, к назначенному месту. Вижу, вроде парень, похожий на фотки. А он стоит, типа, вот так вот, облакотевшись с пятыми глазами. Я такая, типа, окей, подхожу, типа, спрашивает, а ты такой-то, блядь, мгарюшка. Он такой, открывает глаза, просто как бомбир, блин. Такой, да, я, ой, а ты в жизни симпатичнее, чем на фото. Просто, спасибо, чел. Приятно. А он еще ростом с меня, я, типа, мелкая. Метра шестьдесят. В общем, он думает, что метр шестьдесят три, и мы такие два гнома потопали. О, нет, это же все три. Ну, плюс, плюс. Питал, да, 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 было написано в анкете, типа, метр семьдесят пять. Ну, как бы, ладно, я непривередлива. Мы пошли в чатый город, что-то там рассматривали, а потом пыталась ко мне вались целоваться, я такая, чел, ты че? А че? Я подумал, что он тебе понравился. Ну, и все, после этого, я просто ушла такой. Я вспомнила историю. У меня был ложь лет девятнадцать. Сейчас я докрызу эту ложку. Мои лет девятнадцать у меня был тоже ухажер. Артурчик его звали. И он, ему было не о чем со мной поговорить, мне было не о чем с ним поговорить. Я не знаю, почему мы продолжали ходить на свидания, с ним было абсолютно не о чем разговаривать. Нам было не просто не о чем разговаривать, нам даже переписываться было не о чем. И то, он меня послал в чайхану. Пошли вот в чайхану. И он заказал, типа, тарелку фруксов с мороженым. И он меня кормил. Когда я хотела что-то сказать, типа, начали беседовать, он мне говорил, куша, куша, не отвлекайся. Чего ты, чего ты? Ты там, ладно, пустые разговоры. И что ты там, моя глупенькая, хочешь рассказать? Да, кушай, кушай, девочка. И рискал мне тоже целоваться, типа, все, просто делал все, чтобы со мной не разговаривать вообще. Я понимала, что он снимал точек за прикосновение, но я пыталась наладить контакт. Он просто меня откармливал. Как только я раскрывала рот, чтобы что-то сказать, он такой ну, ситуация сюр, девочки, мальчики, конечно. Это было весело. Еще очень странно, когда на свиданках начинают рассказывать про своих бывших импоноситях, я была с таким мальчиком на свиданках. Он меня забрал на своем ПМВ. Потом стал рассказывал, как его достали меркантильные бабы, что он хочет, чтобы, типа, не только он за все платил, а с девчонкой пополам скидывался. Они рассказывали прям бывшую, которая жрала очень много, он стал ее кормить. Типа, она там качалась, у нее была огромная задница, и он такой, еще не подоел, ее задница не одна. Я просто сидела такая, я заплачу сама, и пойду домой. господа, я в шоке. Можно съем эту креветку? Да. Сейчас оценим креветочку. Не бои, кстати. Посмотрите, с сыром. Да. Определенно, это лучше, чем сыр. Ты наелась? Почти. Я тоже еще чуть-чуть, я буду фул, так сказать. Фул HD. Более, фига. Так, слушайте, приторможу пока с едой. Ты кушай. Кушай. Кушай расскажу. Кушай-кушай. Я расскажу вам. Кстати, вы узнали колу Лусоф, это же она была у нас на вшах. Вылечил лужевши свои. Да. Спасибо за рекомендацию. Помогли? Конечно, конечно. Так вот, из-за меня 500 историй. Я не знаю, с какой она часть. Но что-то заболетело. Молосок. Jesus Christ, бич. Надо подумать. Их настолько много, что выводит что-то одно. А, про бывшую, да. Но она не жесть. Просто познакомилась с молодым человеком. Тоже. В тиндере. И тоже мы, по-моему, были одногодки. Тоже все примерно одного временной, временной шкалы. списались с ним, по-моему, в Телеграме. И там мне присылали типа штук 15 вложений. И спрашивали, типа, красивая. Там его девушка, они 5 лет встречались. Я такая, ну да, симпатичная. Он такой, начинал, начал мне тоже душу заливать. А он еще мне их совместные скинул. Ее отдельно. Там ее во всех ракурсах, где она живет. Да, где учатся и все дела. Ну, вроде как, он уже успокоился и перестал про нее ныть. меня это прям очень бесило. Я ему все высказала. И он такой, приезжай ко мне в район, чтобы вы понимали. Это пришлось бы ехать через всю Москву с самого севера до самого юга вниз. Я такая, нет. Он такой, приезжай и еще, типа, поесть что-нибудь, купи, пойдем погуляем. Я такая, я понимаю, наверное, почему она тебя бросила. Это кринж. Так, ну, рассказывай, мы хорошие, рассказывай. У меня была веселая история как-то со дня рождения. Мне кажется, у меня тоже или триднадцатая исполнялась. И у меня тоже был ухажер, как молодым и были. Вообще, придется. В общем, на мою днюху мы с ним пошли гулять в парк и он мне принес в качестве подарка пакетки для сюрпризов, там их, наверное, штука была, шесть. И огромные две пачки бельзинового сока, типа, это была Данила. И мы, значит, с ним гуляем. Мне должны были мои подружки подойти, чтобы потом дальше с ними поехали куда-то тусить. Значит, приходят мои подруги. То есть, мы там втроем условно гуляем, а парень его, видимо, не особо понравился нашей компании. И он просто в момент такой, типа, хлопает себя. Ребят, я, типа, потеряла где-то карту или лечения. И просто разворачивается и бежит от нас. И я такая. Ладно. Прямо убежала. Он реально убежал. Мы так решали, господи. После этого дня мы из-за меня обещали. Я неудивлена. Но это было смешно. Так. Че еще рассказать? Че еще рассказать? Ох. Могу рассказать одну странную историю. Ты сейчас высадишься в осадок. Она длинная. Начинаю. Как можно лет? Мамам. Такой мы любим. Подумка. А вам только за донаты. В общем, тоже в 19 лет. Мне нравился один молодой человек. Я была от него без ума. Реально. Это была моя большая созависимая как мне казалась любовь. И, короче говоря, мы сидели с моей подружкой дома. Поддупливали. Я так мерзко ем. Ладно. И кому-то мне написал не по-моему. Приезжай. Просто какое-то метро. Я подругу на очко посадила. Такая, все, все, давай, давай. Приезжаю. Он такой, я пошутил, меня здесь нет. Это не конец истории. Такой, я пошутил. Подковник. Моя подруга говорит, все, поехали домой. Че, ценю уважение. Он мне скидывает другой адрес. Я по нему приезжаю. Он такой, меня здесь тоже нет. Че, согвыет? Хочу сняться. Я там говорю, ладно, типа, настрадалась, бедная. Это с чем? Шоколад и карамель. В общем, скидывает мне еще какое-то метро. Не говорит, там не адрес, не дом. Типа, приходи сюда. Мы там сидим с друзьями. Я такая, лук, приезжаю на это метро. А там было как-то такое странное два поезда. Короче, вот так и приезжают. И вот мы стоим на пустынной платформе, потому что время позднее. Я, моя подруга, и напротив, еще один чувак. Мы с ним друг на друга смотрим. Маша другой такой говорит, а вы тоже к этому да и не да и, а типа вы тоже к этому едете. И мы такие, в смысле, это то, что да, он только да, мне ничего не сказали. Yes, girl. Типа, мне тоже ничего не сказали, я не знаю, куда идти. Мы вообще куда-то просто вышли по дороге идем. И тут бежит какой-то невменяемый чувак с блокированным телефоном и говорит, типа, меня послали вас встречать к метро, а я пароль от телефона забыл и хожу тут бегаю. И, короче, вдоль, вдоль дороги стояла ограда. Такая, знаете, строительная леса, железная. И там был какой-то ров, ровчик и вода. И он ее, он просто такой, типа, обходить долго, который вот этот пьяный был, типа, обходить долго, в знаки ее выбил, типа, положил, вот так, и прошел такие, такие, типа, ну окей, сомнительно, но окей. Блядь, у тебя был хоть с собой баллончик какой-нибудь газ. Нет. И, короче говоря, дальше мы поднимаем всю квартиру. Там сидит девочка из-за странных чуваков и этот уродец мой, он со мной даже не поздоровался особо, типа, вообще со мной не разговаривал. Там был хозяин квартиры, он был, типа, супер странный, у него была какая-то, типа, однушка. То есть там кухня, кровать, типа, туалет, все без двери, все как будто в одном и этом съедок я типа ел. И, короче, он достает какую-то неощипанную курицу из морозилки замороженную, все с перьями примерзшими, кладет ее на тарелку и моя подруге говорит, типа, я буду звать тебя женщину, потому что ты красивая, приготовь эту курицу. И, короче, моя подруга, типа, вонзает в эту курицу нож, чтобы, типа, ее как-то порезать и тарелка под этой курицей просто вот так на двое раскалывается. Я уже сижу, понимаю, что пахнет чем-то интересным. И тут, короче, начинается передача самой умной. И какой-то чувак такой, это я-я, он там, он там, это я-я. И оказалось, что это выпуск самый умный с ним в главной роли, он там выиграл, короче. Мы сидели до пяти утра, залипали в самого умного с ним. Потом я поехала домой, он с ним даже не попрощался. Это была самая странная история, которую я слышала. Я выиграла. Девочки, я победила, я победила. Расскор. Реально самая странная история. Как ты думаешь? У меня есть просто стрёмная история. Просто стрёмная? Да. Рассказывай. У него в универе был мальчик, который мне даже безумно нравился. Он как-то послал меня к себе с ночевой. Я, конечно же, согласилась. Приходишь к нему, он жил один, у него своя квартира была, но квартира его родили ровно над его квартирой была, потому что ну, значит, сидели, мы смотрели фильм, и это ждет звонок в дверь. Я такая, это кто? Он такой, блин, можешь, типа, взять свое пальто и спрятаться в соседней комнате. Я там быстренько скажу родителям, что, типа, это, ну, в общем, движусь от них. Я такая, типа, а почему нельзя сказать, что у тебя гости? Он такой, ну, потом долго это все объяснять, что там, на-на-на. Я такая, ну, ладно. Значит, пошла на кухню с этим пальто, а там, а там еще одна посиделась в пальто. Завоку нет. Там у него был ремонт, то есть там мебели не было. То есть я просто, можно сказать, в пустой комнате, значит, стою в темноте с пальто, слышу, как заходит его батья в квартиру, а там, видимо, у этого батья был рабочий кабинет, ровно напротив вот этой вот кухни, где я пряталась. Он, значит, туда сел, в свой рабочий кабинет и чем-то занимался, наверное, минут сорок. Я просто все это время стояла на кухне, а этот парень, он пытался как-то батьюс проводить, типа, хочу лечь пораньше, хочу там побыть один. А то там что-то про его брата рассказывал, что, в общем, он такой, сегодня, в общем, надо чем-то другим в жизни заниматься, что-то там, какие-то наставления давал. Я просто в какой-то момент начала представлять, как я сейчас выпрыгну из этой кухни и скажу «Здрасте!». Мне очень побывало это сделать, но я боялась, что нам чувак откинется, поэтому не стало. Надо было выйти и дать пару советов, как жить его брата по жизни. Ты же очень курс ситуации тебя. Да. Ну, короче, вот сейчас просто с Рубином, слава богу, Маня ушел, и я все равно там осталась, но на самом деле я об этом уже много раз пожалела, как бы надо гордость иметь, девочки, не учитесь. Ушла потом, на следующее утро. Я у тебя гордость ухала. Говорю, я была молодая, глупая. Слушай, я про себя вообще молчу, ты слышала эту историю, как я за ним гонялась по всей Москве. Ну да, затращила. Ну ладно, все такие были, я просто была очень влюблена. Мужчинки, если вы это смотрите, не делайте так, пожалуйста. И слава богу, меня никогда не просили заплатить за счет пополам. Ребята, парень может имеет право требовать, но не требовать, а у него могут быть свои требования, он может хотеть, чтобы там женщина ему готовила, стирала за ним, убирал, он может, может хотеть, чтобы она сама себя обеспечивала, и при этом при всем еще стирала, готовила, убирала. Имеет полное право, но другое дело, хотите ли этого вы? Если нет, ваши дороги тихо, межно расходятся, нужно просто на берегу об этом поговорить. Каждый может хотеть вообще все, что угодно в рамках закона, и это неплохо, типа, хотеть можно все, что угодно, но об этом надо как-то говорить и договариваться перед каждой встречей типа, с новым человеком, что типа, там, ну, например, ты должна сказать, что я приемлю только такие встречи, где за меня платит на молодой человек, а он тебе в ответ скажет, извини, мне такой вариант не подходит, удачи тебе, это нормально, это нормально, но типа, нужно об этом говорить заранее, потому что, когда ты приходишь, а он такой, как же это правило, типа, кто пригласил, кто платит, хотя оно не работает. У меня всегда так и было, я не верю, я с этим. У меня нет, просто, это выбор каждого молодого человека платить за девушку или нет, на самом деле, в какой-то степени я их тоже понимаю, мы ведь просто как бы приходим, типа, повстречались, не понравился, ушли, а они на это, не знаю, сколько у тебя зарплаты тратят, но типа, их тоже жалко, если честно, мне их жалко, ну правда, типа, в какой-то степени, а особенно там, если они суперкалантные, там цветочки, все дела, там это же все дорого в Москве стоит. А, да, внешние москвы, я забыла, поэтому. Когда проникал жалостекущий, девочки, девочки больше не повторятся. Надо эту бросить. Но просто для себя я бы с пополамщиком сейчас не стала, хотя я был молодой человек, тварь, я ненавижу. Родительственный человек, в моей жизни, которого я ненавижу до сих пор. Прям так. Да. Честно, девочки, кто порчу делает, напишите, пожалуйста, я серьезно тебе говорю. За порчу на бывшего на понос. На порчу, на понос на понос. На понос до конца жизни. Короче, он мне жаловался, что, типа, он пойдет в университет, ему не на что купить поесть. Я ему сказала, чтобы он сделал дом, бутербродов с колбасой, взял с собой, либо я скину ему денег. Он на меня обиделся, наорал и раздался со мной. После этого и так было каждый день. Он находил повод со мной посраться, обидеться. Короче, один раз я тогда еще сама не зарабатывала, и мне все покупал отец, и мы с ним поехали в другого центра. Блин, пиздец просто. Мы с ним поехали в другого центра. Я там попросила у папы денежку на, помнишь, как все Пандору собирали, на два шармика Пандора. Купила эти два шармика, выхожу. Че-то смотрю, он тут завис. Едем домой в трамвай, и он такой, а там, короче, была остановка у метро, а дальше это к моему дому. Он вот так вот открывает эти двери, и он только выбегает. Я за ним вкрыл, емдово мать, что случилось? Он такой, ты никогда не поймешь такого простого парня, как и я. Мне не нужна такая девушка, которая все достается легко, а просто так мэ. Из разных миров ты никогда не поймешь меня, а я никогда не пойму тебя. Я такая, как тебе мои истории? Жизнь меня помотала. Я вообще помотала. Девочки, пишите, мальчики. Кстати, у мальчиков, я думаю, что тоже есть что рассказать. Девушки тоже бывают слегка странными. Типа, странности на полу делятся, на количество странных молодых людей есть такое же количество странных девушек. Да. Хотя мы тоже для кого-то странные. Подумай, подумай. Ну вот, меня 8 марта попросил мой молодой человек уже бывший за то, что я не захотела оплачивать нам, твоим жильем. Потому что он не мог себе позволить, но хотел сам нашить. Я сказала, что я не готова, что я нас двоих не потяну. и все. Он такой еще другую славу будет. Троих потяну. Ну ладно, девчоночки, мальчики. Спасибо, что досмотрели это видео. Увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok